Добрый день! Сегодня у нас тема загадки Византии с дезаморского меча, Византии, ВС Государства Ислама. Речь пойдет про одну категорию мечей, которые имеют отличительную перекрестье, которое можно разделить на три части втулка, упор и муфта. В настоящее время этих образцов не так уж и много, но они уже есть и их можно как-то попробовать сгруппировать. Сначала мы поговорим как раз о образцах, которые имеются в нашем распоряжении. Первая группа мечей это тип 1. Они характеризуются вертикальной направленностью перекрестья, где втулка и муфта превалируют над упором. Первый подтип это тип А, или тип Гарабонс, как его Валерий Йотов называет. Характеризуется тем, что на муфте имеется аркообразный вырез. И, собственно говоря, первый меч из этого типа. Это пеймеч из могильника Гарабонс-1. Могильник Гарабонс-1 связывается с Блатенским княжеством. Это небольшое вассальное государство восточно-германской империи. Образовано оно было в 840 году, когда князь Прибина бежал из Моравии, и Ледовик II, немецкий, дал ему в лен эти земли. Просуществовало недолго, всего 40 лет, и, собственно говоря, этими годами и датируется могильник. Могильник связывается с столицей этого княжества, которое находилось недалеко, Блатанград. Следующий меч... А, перекрестие в данном случае нужно упомянуть, сделанное из железа. Правда, недавно меч был отреставрирован, но после этого не было еще публикации, исследований уже в расчищенном состоянии. На доступных очень плохих фотографиях оно производит впечатление медного. Правда, исследователь этого меча Белла Жок говорил, что на перекрестии наблюдается большое количество пайки. Возможно, что-то из-за этого, но на самом деле меч нужно исследовать второй раз. Следующее перекрестие, которое практически повторяет перекрестие из могильника Горобонс, это меч из византийской крепости Диагеция в Румынии. Там было обнаружено в ходе исследования постройки второй половины XI века. Но данный предмет, судя по всему, использовался вторично в виде какого-то орудия рыболовства. Перекрестие тоже железное. Следующее перекрестие этой же группы – это перекрестие из Кицевского могильника Харьковской области. Грабительские раскопки. К сожалению, меч утерян и, по некоторым данным, уже погиб. Характер здесь интересен то, что верхняя часть перекрестия и упор очень напоминают перекрестие, элементы перекрестия у грабонца меча, но сильно отличается муфта. Если здесь у Кицевского экземпляра вырез на муфте как бы имеет полукруга вид, то у грабонца уже какая-то сформированная арка. Этот могильник датируется второй половиной восьмого, началом девятого века, и на данный момент это самый ранний меч из всей этой группы. Но здесь уже в материале использована медь, содержащий сплав. Еще один меч происходит с территории Винницкой области. К сожалению, местонахождение сейчас его неизвестно, расчищен он не был. Здесь вызывает интерес конструкция рукояти. Создается впечатление, что оно имеет вид какой-то очень развитые втулки, но без расчистки говорить что-то сложно об этом экземпляре. И очень интересный экземпляр находится в коллекции Фонда искусств Руси. Здесь все элементы рукояти, перекрестия, навершия, выполненные из серебра. На территории Черкасской области происходят перекрестия и навершия рукояти меча, выполненные из медь, содержащего сплава. По способу здесь, в данном случае, можно говорить о производстве. Это две почти одинаковые половины. Разница в них в том, что на одной стороне есть фигура внутри арки, на другой стороне она отсутствует. И эти половины спаяны между собой. Такую же конструкцию имеет и навершие рукояти. Для данного перекрестия есть абсолютно точные аналогии в изобразительном материале. Это миниатюры из гамилей Григория Богослова. На двух миниатюрах, это избиение младенцев и суд Соломона, изображены точно такие же перекрестия, с такой же, но направленной в другую сторону, фигурой внутри арки. Гамилеи датируются по изображению... Они были написаны для императора Василия I македонянина, первого императора из македонской династии. И датируются по миниатюре с изображением его супруги и императрицы Евдоксии и детей Льва и Александра. В силу того, что на миниатюре отсутствует старший сын Константин, который скончался в 879 году, а императрица Евдоксия умерла в 882 году, то во время создания этой рукописи очень узкой, между 1879 и 882 годами. Завершая осмотр этой группы, следует сказать пару слов о возможности использования изобразительных источников для интерпретации. Недавно Рафаэль Дамато вместе с Дмитрием Дмитрием привели пример фрески архангела Михаила из Каппадокии. Фреска датируется второй половиной XI века, где, возможно, можно предполагать, что изображено такое же перекрестие. Но в данном случае вызывает сомнение то, что боковые части бока предполагаемой муфты находятся на линии лезвия меча. В принципе, это можно было бы сказать, что это вольность художника, который не преследовал цель досконально все точно изображать. Но у нас есть пример, который может подходить для такого изображения. Это меч из коллекции исторического музея в Руси. Композиция композиционно напоминает эти перекрестия, но там, где у нас находится муфта, здесь находится обоймица, которая закрывает пяту клинка. Хотя внешне она практически идентична. И в данном случае, скорее всего, изображаются именно такие мечи. Следующий подтип B этого первого типа – это перекрестия, которые морфологически имеют такую же форму, но арка в муфте отсутствует. В первую очередь, это перекрестие меча из Херсонеса, находка 1905 года, раскопки первого исследователя Херсонесского городища, Карла Казимировича Костюшского-Люжинича. Аналогия этому перекрестию происходит из раскопок 2005 года в городе Плиске. Перекрестие из Плиски было найдено в яме слоя разрушения, который авторы раскопок связывают с первыми набегами печенегов 1030-1040-х годов на Плиску. Следующее очень отдаленное место находки перекрестия – это перекрестие из Аль-Рабадхи. Аль-Рабадха – это поселение, вернее, не поселение, а паломнический центр в Аравии в 200 километрах от Медины, находящийся на дороге Дарп-Зубейда, дороге паломников, которая вела из Багдада в Медину. К сожалению, до этого перекрестия добраться пока не удалось. Оно находится в коллекции университета короля Сауда в Ариаде. Единственное, что стоит заметить, что это самое грубо выполненное перекрестие из всей этой группы. Следующее перекрестие происходит из Твери. Твери – это город на берегу Твериадского озера, море Галилейского. В средние века, в интересующее нас время, до XI века, это принадлежало халифату Фатимидов. На территории города была открыта металлообрабатывающая мастерская, в которой находился огромный клад изделий из металлических сплавов. В том числе там было найдено три перекрестия. Одно перекрестие, представленное в этой группе, в эту группу входит. Следующие перекрестия будут во второй группе. Вторую группу, второй тип перекрестия. Данные перекрестия в области упора уже приобретают размер. В данном перекрестии, перекрестие из Плиски, раскопки 1948 года, его длина по упору получается где-то 118 мм. А высота 52 мм. Для сравнения, размеры черкасского перекрестия, которое было рассмотрено раньше, по упору 106 мм, а высота перекрестия вместе с втулкой и муфтой 113 мм. То есть эти перекрестия уже уменьшают втулку и муфту, но увеличивают размеры упора. Также перекрестия продолжаются сделаны из двух половин спаянных, идентичных. Подобные же перекрестия исламского происхождения, к сожалению, частные коллекции, точное место находки неизвестно, но содержат 112-ю сурой Корана, что абсолютно точно ассоциирует нас с исламским миром. По мнению Дэвида Николя, данное перекрестие относится к Фатимитскому кругу изделий. Перекрестие из Твери. Данное перекрестие по своей форме абсолютно аналогично перекрестью из Плиски. Также сформирован упор, и между втулкой и упором помещен разделяющий декоративный кан. Муфта у этого перекрестия была срезана в древности. Видимо, использовали для каких-то надобностей. Второе перекрестие этого же типа из Твери уже более изящное. И разделяющий втулка от упора в данном случае отделяется уже не просто простым кантом, а фигурой, напоминающей какую-то галочку. Такое же перекрестие было продано на лайф-аукционе. Сложение происхождения вот этого перекрестия неизвестно. В коллекции Фруссия находятся перекрестия из серебра. Судя по всему, это исламского происхождения. Данное перекрестие выполнено из серебра, золочением. Узор выполнен в виде восьмиконечных звезд. Второе перекрестие, тоже выполненное из серебра, оно оформлено куфической надписью или псевдокуфическим ордаментом. Во всяком случае, прочесть, пока его никто не прочел. Очень интересное перекрестие этого типа происходит из Репкинского района Черниговской области. Это перекрестие уже сделано не из двух половин паянных, а цельнолитое, с потерей формы, судя по всему. Интересно то, что на данном экземпляре и на муфте, и на втулке помещен орнамент. Орнамент в виде извивающегося побега аканта. Если кто не знает, это вот такое вот растение, очень популярное в античности. Наверное, многие знают каринские капители. Это лист аканта. Еще раз, этот орнамент извивающегося акантового листа. Фон закрыт кружками, точками, можно называть так и так. Вот такой пример. Это шкатулка государства Тан, Китай. Узор извивающегося акантового побега в Византию пришел из Китая. Пришел в восьмом веке, когда началось движение иконоборцев. Писать иконы запретили, а искусство нужно, поэтому Византия впитывает себя в орнаментах. Но, что самое интересное, этот орнамент попадает в Византию северным степным путем. Перерабатывается в Византии в любимый их акант. И уже из Византии в переработанном виде попадает к Амиядам в халифат и в Сагдиану. Несмотря на то, что Сагдиана граничит с империей Тан, но получает этот узор из Византии. И в Сагдиане появляется неизвестный им акант. Следующая группа мечей, группа 3, группа Галова, представлена. Это уже развитые перекрестия. 130-150 мм у них уже по сторонам упора. Длина муфта уменьшается, втулка еще чуть остается. Но, тем не менее, перекрестие уже видно, оно совсем практически уменьшилось по высоте. И увеличилось по длине сторон упора. На этом перекрестии также изображен лист аканта на концах упора. В этой же группе перекрестие из неизвестного места Болгарии, случайная находка. И точно такое же перекрестие засветилось на аукционе Бонхамс. Тоже неизвестного происхождения. Здесь характерно то, что раньше я уже обращал внимание, во втором типе этот узор в виде галочки. Примерно развитие перекрестий на данный момент можно представить. Самый ранний тип – это тип 1а, вторая половина 8-го, первая половина 10-го века. Второй тип – это 10-й, 11-й века. И третий тип – это 11-й век. Самым странным пока остается тип 1б. Кажется, что он морфологически связан с типом 1а, но они поздние. То есть они параллельно существуют и с типом 2, и с типом 3. У меча из могильника Горобонца 1 сохранился один заметный элемент – это оковка наконечника ножа. Такие оковки, такой наконечник ножен в виде оковки, согнутой пластиной, V-образно, U-образно, они часто встречаются в византийских изобразительных источниках. Например, фрагмент миниатюры «Минология Василия II» – вообще характерная вещь для Византии. И в нашей территории древнерусской такие же наконечники ножен происходят из-за раскопок древнерусского изяславля. Анатолий Николаевич Кирпичников связывает эти наконечники с влиянием Запада рицарской культуры. В изобразительном материале Западной Европы они появляются в XII веке. Например, средний наконечник с такими характерными выступами внутрь объема, такие же наконечники изображаются на миниатюрах «Минология Василия II». То есть, в принципе, можно додуматься все-таки, откуда произошли эти наконечники. Вполне может быть, что на территории Руси они пришли с Запада, но, скорее всего, на Западе они были восприняты из Византии и шире из Средизоморского региона. Основные находки изображены на карте и связаны в данном случае с Византией. Это, собственно говоря, в X-X, в XI веках, это Дунай, Болгария, Южная Румыния, это Византия. Там стоят византийские гарнизоны. Этот материал явно принесен туда с византийцами. В степных регионах, ну, в Херсонесе тоже понятно, оттуда Византия не уходила. В степных регионах, видимо, следует объяснять какими-то взаимодействиями между кочевниками и Византией. Но у нас есть и находки совершенно точно исламские. В данном случае все эти находки у нас связывает Левант, Левантида, Левантийская торговля. Вот этот путь из Египта в Византию. Например, известное византийское крепокрушение XI века в Сарчалиман, здесь вот над Родосом. Корабль шел из Сирии, вернее, он совершал, судя по материалу, по грузу, который он вез, этот корабль курсировал на торговых маршрутах между Сирией, Константинополем и Дунаем, византийским Дунаем. Вот карта Византии к 1025 году. В этот момент Византия сомкнула сухопутную границу с халифатом футимидов, который контролировал Египет, Палестину, часть Аравийского полуострова. Собственно говоря, эти два государства в тот период, когда существуют наши рассматриваемые мечи, контролировали, сдавали тон всему этому региону. Могло ли быть такое, что... Здесь начинаются загадки, которые пока до конца не разрешены. что одновременно и в Византии, и в футимидском халифате изготавливаются практически идентичные, одинаковые перекрестия. Ну, в принципе, может быть. Потому что те же амияды, начиная с амиядов, главной опорой халифата оказалась Палестина и Египет, которые практически без боя им сдались, населенные монофизитами, которые не очень-то любили Константинополь. Собственно говоря, одна из причин падения амиядов, это так называемое время аббасийской революции, когда персы, обделенные вниманием двора, когда христиане, бывшие римляне, с которыми они всегда воевали, занимают посты при дворе, а персы оказываются где-то вдалеке, совершили переворот, свергли династию амиядов, и перенесли столицу в Багдад. Но эти места, на которые я раньше опирался амиядский халифат, занял фатимидский халифат. И фатимиды, и до этого амияды основывали свою власть на городах, где сохранялось старое римское население, частью уже принимавший ислам, частью не принимавший ислам. Например, Джим чувствовал себя достаточно неплохо, например, знаменитый Иоанн Дамаскин, его отец занимал министерский пост при дворе халифа. И, в принципе, ремесло сохранялось, ремесло римское. То есть и в Византии, получается, и в халифате многое оставалось от римского старого наследия. Есть другой источник, который сообщает о том, что и вооружение и Византии, и халифата было идентично. Император Лев VI сообщает, что сарацины используют вооружение по рамейскому образцу. Но, в отличие от ромеев, изготавливают рукояти мечей из серебра. В частности, вот такой меч у нас здесь, такие изделия есть серебряные. И, в принципе, они все так или иначе тяготеют к исламскому миру. Казалось бы, то, что оружие в Византии принято было делать более простым, подтверждает трактат X века для Костромитатионе, который рекомендует, настаивает, как рамеи должны выбирать оружие. Есть надобность только в том, что необходимо и пригодно в сражении, в лучших лошадях, прочных доспехах, превосходных шлемах и мечах, в которых одно только железо превосходит все остальные материалы. Бесполезное пресыщение золотом и серебром, приводящее армию к урону и нужде, во всех отношениях излично и вредно во время войны. Для того, чтобы понять, как вообще было устроено, скажем, в Византийской империи производство оружия, немного придем в историю. При «Ефтиняне первом» в 85-й новеллой все производство оружия ставилось на государственный контроль. И оружейники, даже если они делали какое-то оружие, которое не было прописано, какое-то нестандартное, в любом случае они должны были обязаны наблюдать государству. Государство это оружие хранило на складах по всей империи, выдавало их в армию. Позже, когда в 8 веке у нас начинает формироваться фемный строй, обязанности покупки оружия перешли на военнообязанных христиан-стратиотов. Но оружие они приобретают опять-таки из государственных складов. Но к 9 веку стройтеоты беднеют. В армии ощущается нехватка вооружения, потому что они уже не могут себе позволить его приобрести, и государство принимает решение вновь выдавать им оружие. Причем масштабы этой закупок были весьма колоссальные. Вот пример двух критских походов. Например, при походе 1910 года стратег Фемы Фессалоники поставил в армию 200 тысяч стрел, 3 тысячи копий, не менее трех тысяч щитов. Архонт Ивбей 200 тысяч стрел, 3 тысячи копий. Это только две Фемы, которые были на пути следования этой эскадры. Причем Фессалоники незадолго до этого, за 6 лет до этого, подверглись страшному разграблению флотом мусульманского пирата Льва Триполитанского. По описаниям город был разграблен до основания, выносили все, в конце концов даже Лев приказал выбросить с кораблей все, что не относилось к золоту и серебру, потому что оно просто не помещалось. Тем не менее, в 1910 году стратег Фемы уже поставляет в армию оружие, вероятно, из местных мастерских. Для похода 1949 года ведомство Эдика в Константинополе для нужд Индрунгария флота выделило три тысячи мечей, три тысячи щитов, три тысячи копий, двести сорок тысяч стрел. Далее, в середине X века, начиная середина X века, в Византии фемное ополчение постепенно уходит со сцены, остаются только пограничные гарнизоны, а в центральных регионах образуется регулярная армия. армия доместиката Запада, армия доместиката Востока. Именно с этими армиями потом Василий Болгаровойца и захватил мятежную, скажем так, Болгарию. Кажется, возвращаясь к уже обозначенному моменту, который обозначил лев, кажется, что мы нащупали ответ. У нас есть дорогие исламские образцы, простые римские и византийские образцы. Но находка в Тверии говорит о том, что на территории Халифата производились и простые образцы. Для того, чтобы понять, например, два перекрестия, которые практически идентичны, они немного отличаются в размерах только, а Плиска чуть покрупнее. Одно перекрестие с территории, контролируемой футимидами, второе перекрестие с территории, контролируемой Византией. Могла ли быть торговля между... Если мечи, у нас оружие запрещено торговать, продавать, то могли ли футимиды продавать перекрестие, например? Или наоборот? В принципе, торговля была. Например, на том же корабле из Серче-Лиман одновременно находился груз византийского железа и футимидского стекла. У нас есть возможность сравнить химический состав перекрестий из Болгарии и из Тверии. В Тверии было исследовано 103 артефакта и склада, где-то около 10% от всего массы. В результате анализа примесей, которые должны относиться к технологии или источнику металла в изделиях, было выделено три группы. В первую группу вошли изделия из меди. Это медные фолисы. Вторая группа, самая многочисленная, в нее вошли два из трех перекрестий. Третья группа, самая многочисленная, в нее вошли два из трех перекрестий. Первая группа относится к изделиям, которые где-то в отдалении от данного региона. И вторая группа, как я раньше оговорился, это констинопольские фолисы. В Болгарии были исследованы три перекрестия, Галова и два перекрестия из Плиски. Ни одно из них не соответствует перекрестиям из Твери. Тем не менее, по характеру примесей перекрестие из Плиски 2005-2005 года раскопок приближается группе 2 изделий из Твери. Это византийские фолисы. За исключением того, что в составе сплава находится хром, чего не отмечается в остальных предметах. Одновременно характерно, что перекрестие 203 из Твери и перекрестие из Плиски 1948 года имеют совершенно разный состав. Значит, они были выполнены в совершенно разных центрах. Таким образом, на данный момент можно лишь констатировать, что данные перекрестия, данные мечи отражают всю сложность взаимодействия государства в этом регионе. И то, что пока загадок здесь остается больше, чем ответов на них. Спасибо за внимание. Спасибо.